звук идет скажи что-нибудь умная или как всегда так ну хорошо ладно ведь давай начнем здороваться а там по ходу дела ладовая скрытие пока что давай во первых я сначала нашим зрителям представлю кто ты такой то есть ребята мы с виктором вообще практически не знакомы но вчера мы буквально вот первый раз разговаривали по skype просто познакомиться но в общем то мы много раз общались по по фейсбуку поэтому я обращаюсь так неформально виктор ведь скажи пожалуйста где ты живешь как долго ты живешь что за город замечательный в канаде и так далее ну в канаде же у 23 года из них 20 лет провел на острове ванкувер который тут полутора часах езды на пароме который многие слышали я много о нем писал в том числе на фейсбуке а вот последние полгода я живу в даунтауне в самом городе ванкувер в даунтауне в лучшей его части в елтауне и очень очень счастлив быть назад в большом городе ведь ты уезжал из украины да да я уезжал из киева в 95 году и вот мы приехали в ванкувер и я понял что самое главное в канаде это стать большим медведем самым большим медведем в лесу так это я так это подожди ты объясни людям по-человечески что значит стать большим медведем в лесу что это означает ну как я тогда понимал сейчас самому смешно что надо иметь большую машину чем больше тем лучше большой дом и самое главное что побольше земли было вокруг дома ну не картошку выращивать ну просто вот для величия для чувствовать себя лучше чем больше дом чем больше земли чем больше машина тем тебе лучше живется вот так и начал осуществлять свою канадскую мечту кстати говоря ты знаешь это вот на самом деле вот мы с тобой я уже открою секрет мы с тобой оба риэлторы сейчас уже как бы не практикуешь но тем не менее да то есть у меня вот очень часто люди говорят сергей вот надо приехать чтобы было там 6 соток земли там малуши 10 там и начинаешь людям объяснять что это вот это тяжело в канаде или очень дорого вот у тебя откуда была эта идея вот тоже как бы из этих соображений абсолютно понимаешь вот мы приехали в ванкувер поселились в съемном апартменте прекрасно живем прекрасном месте парк лебеди плавают ну живи казалось бы дети подрастают в университет пойдут в ванкувере ну все хорошо нет ну как же надо же свой дом дать чтобы побольше земли вот и мы стали искать дом в ванкувере и по тем временам в девяносто пятом году цены мне казались совершенно дико невероятное за дом 400 тысяч представляешь а потом мы случайно поехали на рыбалку на остров и ты представляешь какое везение новый дом на берегу океана у него сам берегу там я знаю там 400 метров от берега вот шесть спален что лучше для большого медведя нужен же большой дом правильно вот и всего там 200 с хвостиком тысяч на следующий день мы переехали в на найму это на острове ванкувер не имея работы с плохим английским языком никакой канадской специальности киевские наши специальности естественно не котировались но зато у нас был большой дом то есть мечта стала сбываться а большую машину мы купили еще до этого intrepid если помнишь такие были да 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 большая странно еще что не черные купил видя скажи мне такую вещь по специальности по профессии на украине кем ты был но украине в украине как правильно говори ты мне расскажи не знаю правильно в канаде правильно быть в канаде да ну сначала был как все мы инженером а потом понял что инженером там далеко не уедешь не вот и стал журналистом там работал в правительственных структурах был спичрайтером в общем приехал журналист без английского языка инженер без автокада прекрасное сочетание для канады и жена то же самое инженер без английского без автокада то есть начинали мы с нуля но тем не менее хотели быть большими то есть вы приехали вот скажи мне вот по точнее какой уровень языка на тот момент был вот в точности о мне казалось что великолепный не говорили знаешь тебе надо полгода окончательно дошлифовать может все таки вот нет полгода 23 года прошло я все еще жду когда нашли фурица очень коротенько скажи пожалуйста вот как бы идеология переезда в чем заключалась почему вот понимаешь вот в чем-то в этом же в чем-то этом же в киеве совсем неплохо жил мы жили там на центральной улице сказать дача была мерседес был по тем временам юзаный но тем не менее белый мерседес киеве то есть все было но поможешь мне казалось что это меня ограничить что если там мерседес вот такого размера в канаде он будет в два раза больше там у меня квартира а тут будет дом то есть оно как бы не давило в общем никогда уезжает то есть не было вот такие драмы необходимости не было но хотелось для детей хотелось какого-то другого уровня преступность там была и я не видел как она станет лучше почему она может стать хуже я видел потому что ну как-то был связан с этим правительство структурами лично людей многих знал то есть я видел потенциал для ухудшения потенциала для улучшения я не видел вот и вот поэтому мы уехали жена была страшно против но теперь она самый первый патриот канады а вот жена тоже была против наталья ты увидел ты и знаешь хорошо так сказать она не то что супер против но она была не за скажем так расскажи мне такую вещь вот каков был уровень драматизма когда вот приехал ну то есть ты понимаешь да вот из того что я понял как бы супер мотивации уехать не было то есть не там спину ножом никто не 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 давил то есть после это ты приезжаешь из князя в грязи и тут и тут она начинается вот расскажи мне совершенно верно то есть так вот я скажу для тех людей нашего поколения они поймут о чем идет речь мы жили в доме цк партии в киеве жить в доме цк партии но это такой кирпичный это типа сталинка какая-нибудь наверное да нет не сталинка но это такой высокого уровня дом и вот мы приезжаем в ванкувер и нас селят ну куда нас могут поселить без всякого кредита без истории сам понимаешь нас селят в эмигрантский район мы живем на первом этаже а над нами живут вьетнамская семья у которых много детей и которые извините мочится из окон и это падает нам на дэк вот ведь подожди секундочку а ты сказал нас селят а в смысле кто селил то то есть ты же сам выбирал мы знакомые знакомые помогли снять заочно кондо понятно естественно мебельникой нету естественно телефона нету то есть мы спим на полу как поставить телефон ни малейшего понятия куда обращаться так и вот этот звук мочащийся вьетнамских мальчиков ну я представляю ощущение натали это я к зрителям уже обращаюсь у виктора жена тоже зовут наташа я так понимаю что она приехала без всякого желания в канаду а тут еще как бы вот вот этот антураж но это еще не самое плохое самое плохое что мы приехали в канаду из криминального киева в некриминальную канаду поэтому расслабились и вот в один прекрасный день нас ворвали представьте украли деньги украли всю видеотехнику полсикам мы привезли чтобы она могла работать на обе системы и самое страшное украли паспорта с визами а у нас еще не было никаких канадских документов но представьте через три недели в канаде у нас не осталось денег наличных без наличных там были какие-то не осталось паспортов виз мы уже никто и ничто вот вот это была самая нижняя точка но правда после нее все пошло только вверх и вот так 23 года все вверх и идет ведь скажи такую вещь а вот ты говоришь деньги украли то есть вот вы приехали в канаду с какими деньгами то есть какая вообще была с огромными с невероятными деньгами я уже догадываюсь это было примерно 100 тысяч американских но это мы продали в точности как у меня но для меня тогда это было как сейчас бы ну наверно миллионов 10 я так себя чувствую это много было то есть у меня была такая совершенно дикая идея за 20 или за 30 тысяч купить бизнес то что знаешь за 20-30 тысяч можно купить бизнес парикмахерскую на одно кресло но я же думал я буду большим медведем начальниками буду командовать бизнесом а наемный менеджер будет мне стоять по стойке смирно и докладывать на старшийся день я куплю имение от какой-то там с колоннами знаешь так вот так я был подготовлен к жизни в канаде вот мажь девяносто пятом году вот то есть вот а оттуда уже пошло кверх оттуда мы уже сняли квартиру мы поняли что надо жить в хорошем районе мы сняли квартиру том парке что я тебе говорил и прожили там успешно два года но потом вот к сожалению я считаю в этом стремлении завладеть побольше земли по сам большим домом переехали на острову на найма где и прожили 20 лет но ты мне прислал фотографии своего дома он вот это второй уже а это второй же да 1 6 бедрум на 6 спален показалось мало на двоих людей там же земли было всего 6 соток понимаешь а тут подвернулся случай не продав этот существующий дом подвернулся случай купить на 1 и 6 десятых акра но это говоря таким языком да ты объяснил соток а вот так 70 соток 70 сотых гектара вот эрфронский старый запущенный совершенно дом и что интересно встретил меня коллега земляк украинец родившийся в канаде и первый вопрос спросил да ты взял гроши чтоб купить мою хату но теперь вижу по вопросу вижу что это земляк мы с ним подружились конечно вот и вот мы купили эту хату не продав старый дом можете представить какой стресс ну потом продали но последний момент ну да и в этой хате надо было сделать ремонт я не буду тебе говорит на какую сумму потому что но ни один разумный человек в эту сумму не поверит но тем не менее если столько земли наводит на даже ремонт соответствующий сделать вот мы сделали ремонт на котором все повеселились строители подрядчики ну кроме нас мы поплакали они все повеселились и вот мы довели до такого состояния который ты видел на фотографии но это да то что я видел на фотографиях я потом вот сейчас вот мы во время монтажа конечно все это включу и там люди увидят в общем-то там очень 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 серьезный дом очень серьезный дом так вот в этом и проблема понимаешь что от всех кто приходит мы вроде бы дом сделали не для себя а чтобы поразить других медведей чтобы они поняли что они поменьше калибром а я вот самый большой медведь в тайге понимаешь люди приходили ахали приходили в восторг не вот один эпизод изумил когда вот женщина пришла села на дек и часа четыре просидела на нем и сказала какие вы счастливые что вы каждый день можете вот так вот четыре часа сидеть на деке и ты знаешь за те десять лет которые мы прожили в этом доме суммарно мы четыре часа не просидели не получилось вот в этом была проблема понимаешь что для того чтобы этот дом иметь и содержать и поддерживать надо было во первых очень много работать много зарабатывать расходы гигантские а во вторых было много работы очень много работы и моя любимая жена с которой хотел проводить и хочу проводить все свое субботное время она приходила со сада огорода уставшая сердито я а по дороге еще приносила кучу проблем значит я пока шла я заметил там ул потекает там крышку надо какой-то заменить там что-то надо сделать то есть постоянно был какой-то стресс постоянно было давлением что вот ну постоянно были большие расходы и нам это все не нравилось на было что-то менять но поменять что-то трудно трудно отказаться этого статуса большого медведя но тут мне очень повезло я заходил на твой когда мы общались через фейсбук посмотрел фотографии и видел там два таких взрослых симпатичных парня стоят да это два сына да вы их это я понимаю вы привезли их с собой или они родились здесь или как они мы их привезли с собой одиннадцать и шестнадцать лет было вот а сейчас одному ужас 39 а второму 34 один в анкурии же другой виктории то они женаты нет один женатый а старший неженатый так что если у твоих зрителей есть предложения будем я думаю что там тебе много этот ролик он нас очень разругается это хорошо расскажи мне вот эту идею в общем ты накушался до хлебался вот этого здоровенного дома и в конце но не мог отказаться но тут мне очень повезло у меня нашли рак обнаружили рак был причем такой степени когда уже надо было не рассуждать она была действовать да и вот мы подействовали и я очень-очень признателен канадской медицине что они предельно сжатые сроки самым лучшим образом но абсолютно не к чему придраться на всех уровнях от хирурга до медсестры они смогли сделать так что трудно поверить но через пару лет уже после этой операции достаточно серьезной я чувствовался лучше чем до нее и до сих пор прошло пять лет стучим по дереву я чувствую себя лучше чем до этого то есть полностью рак ушел но он помог мне сделать очень важное решение что не трать свою жизнь на ерунду ведь чуть-чуть расскажи пожалуйста вот про вот эту медицину то что я уверен что людям этого интересно я не спрашиваю никаких деталей о твоей личной ситуации меня просто интересует сама медицина то есть они тебя как-то облучали они тебя тут же прооперировали что ты знаешь а может и стоит рассказать у меня нет секрет так ты хочешь и если это поможет хотя бы одному человеку у меня нет секрет если поможет хотя бы одному человеку вот понимаешь значит у меня был рак простаты как его нашли ты знаешь у мужчинам после 45 лет рекомендует раз в год проходить вот этот обследование да и как ты знаешь по себе по всем своим знакомым мужчины всячески этого избегают да ну да неприятные процедуры неприятные ну не такая она длится три секунды эта процедура так вот если бы избежал то сейчас бы ты разговаривал с кем-то другим вот ее поймали вовремя эту процесс до моментально для канадская медицина медленная немедленная на они знают какой случай срочный где может операция ждать 6 месяцев а где не может и вот что меня больше всего и жену нашу напугало если до этого любой вопрос решался очень долго только это обнаружили на трак зеленая улица значит вот как будто с кортежем еду перекрыли движение все стало решаться моментально то есть когда надо они действуют очень быстро от момента диагностики до момента операции прошло 6 недель но это действительно очень быстро это очень быстро понимаешь я знаю что если бы надо было у меня бы и на вертолетов на вертолете отправили куда надо то есть самые 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 лучшие впечатления от канадской причем хирург мой был 32 года но выглядел он на 18 я бы в жизни к нему не пошел но как я уже темного разогласно жена естественно умнее как ну как и большинство наших жены мне надо вот она сказала значит я ему верить вам молодому парню она была на миллион процентов права сделал совершенно великолепную работу и уже прошло пять лет абсолютно все функции восстановились я подчеркиваю все функции восстановились вот и когда вот я недавно позавчера буквально делать исследование там показатели такого ps и так называемая 0 0 0 0 0 там ну какое-то совершенно ну любые то есть прошло пять лет никаких последствий то есть 99 процентов шансов что ты никогда не вернется я думаю что должно быть все хорошо у меня отца я уж не помню в каком возрасте вы прооперили та же самая история но слава богу ему в этом году 86 и нормально себя чувствует так что я к тому говорю что я думаю что у тебя все должно быть я тоже я чувствую себя лучше чем до этой операции понятно лучше хорошо помогла изменить жизнь помогла изменить жизнь а вот как она изменила твою ментальность то есть вот что произошло вот ты как бы решил что надо дальше жить уже как-то каким-то другим надо жить да мы будем жить теперь по-новому помнишь была песня такая ну вот у любая по моему так вот мы решили мы будем жить теперь по-новому мы тут же решили продавать наш дом к счастью маркет был в нужном месте вот но так как риэлторы ты знаешь не переоценивать свою собственную собственность я так и сделал поэтому заняло это у меня два года как все мы как все мы да мы очень хорошо объясняем другим что не надо переоценить но сами переоценим то есть я переоценил продавал два года конце концов продали купили небольшое по канадским меркам 70 квадратных метров я так говорю кондо квартиру в самой лучшей части ванкувера от которой сейчас нахожусь избавились с огромным трудом с огромным избавиться от всего-то в барахла которая накопилась трудно даже поверить сколько денег и вот это еще был один урок когда мы точно мы покупали за 100 долларов продавали с трудом за 10 мы поняли а я бы его себе и за доллар уже то есть она не за доллар уже не нужно оплатил 100 на что ушла жизнь на покупки вот это барахла и хранение его и уход за ним и т.д. и т.п. то есть сейчас мы же в маленькой квартире вот очень счастливы женой проводим все время друг с другом мы можем уделять какое-то внимание нашей одежде нашему питанию раньше все наберу на ходу было как то так сейчас мы специально купили так квартиру чтобы линия метро была прямо в аэропорт то есть если мне надо полететь в путешествие я могу через полчаса быть в аэропорту и лететь куда угодно и как угодно и главное для меня сейчас для меня у меня у нас для этого есть время и свободные мозги когда мозги заняты тени до путешествий ты по себе знаешь это я тебя так агитирую что ты сделал то же самое дам обязательно жене посмотреть меня еще интересует чтобы ты рассказал вот эту смачную историю о пенсионере канадца который периодически ездит так сказать отдыхать в мексику сколько вы там проводите время но было на максимуме восемь месяцев в году на максимуме на минимуме ну не знаю последний раз было три месяца в году на флориде мы много времени проводили вот я попытаюсь рассказать твоим слушателям смотрителям читателями почитателям почему может быть либо вообще этого делать не надо либо делать но не так и также я думаю будет интересно послушать многие хотят уехать на пенсию на остров ванкувер там действительно прекрасно там недвижимость действительно гораздо 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 более дешевая чем в самом городе ванкувер но там тоже есть как я говорю свои тараканы и я хотел бы их предупредить я думаю это им сэкономит много времени и усилий не зная броду несусь в воду я им хочу показать этот брод об острове ванкувер хорошо тогда давай мы с тобой набросаем темы значит чтобы у них так сказать началось уже какое-то слюно отделение пищеварение плюс чтобы они могли набросать нам с тобой вопросы тебе в основном что они хотят написать внизу что они хотят спросить значит мы можем поговорить о недвижимости ванкувере в целом если ты захочешь на острове ванкувер больше я бы сказал я провел 20 лет а также о том ритм о том как покупать или не покупать недвижимость и как проводить время на флориде в мексике и других экзотических местах этом знаком с белизом с коста-рика и т.д. и т.п. я считаю что могу рассказать что делать а чего не делать естественно на своих собственных ошибках умные люди учат на своих достижениях я учу исключительно на своих ошибках хорошо теперь я обращаюсь к зрителям ребята пишите внизу для виктора для меня вопросы мы охотно на них ответим виктор так сказать все проконсультирует спасибо на сегодня до следующего спасибо